Боже, будь милостью ко мне грешному, создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчастая согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Боже, благородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувиму, славнейшую воистину, Серафим, без истления Бога, Слово, Рожешую, Сущую, Богородицу, Тебя величаем. Боже, благородицу, Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертвое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пресчасти от Твоей Матери, силы счастного, житворящего Креста, святых ангелов, наших хранителей, и всех ради святых. Помилуй, спаси нас, яко благо, и си человека любит. Аминь. Боже, милостью будь мне, грешного. Создав у меня, Господи, помилуй меня. Бесчислав, если грешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти мне грешного, яко николишь благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от мукавы, да будет у меня воля Твоя. Да неосужденно отверзу устама недостойного, сворю имя Твое Святое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешите ли души истинные, и живи здесь, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Прииди и вселися вны, и очистины от всяких скверных. Спаси блажи души наши, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и ссоренемощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже, если на небесе, як засветится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш наш, мужчины, даш нам принес, и остави на долге наш, як же мы оставим на долге наш, и не веди нас в искушение, но избави нас от лука в огонь. И вот в нее есть царство, силу и слава во веки. Аминь. Оставши от сна, преподаемте блажь. Ангельскую песню, пейте сильный. Свят, 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 аси Божия. Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодраясь на воздвиг, мне си Господи, и просвети сердцем с Немой и отверзи. Воеже пейте, святая Троица. Свят, 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 аси Божия. Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет. И кое-гоже деяния обнажаться. Но страхом зовем полуночьим. Свят, 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 аси Божия. Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И в нечаяния лежащего воздвиг, мне си и воеже ученики славослойте державу Твою. И ныне воды, как просвети мои очи, мысленные. Отверзи мои уста, поущайте со стовесем Твоим. И разумете заповеди Твоя. И творите волю Твою. И петите во исповедание сердце. И воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, Христу Цареве, Богу нашему. Приидите, поклонимся, и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся, и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу. Милуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твое, и не дай владеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Осей раба Твоя светом лица Твоего, и научи меня усталом Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои, откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снидает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина. Скорбь и горесть постигли меня, западе Твои, утешение мое. Правда откровений Твоих вечно, вразуми меня, и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на Слово Твое уповаю. Отчи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое. Услышь голос мой, по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавства, далеке они от закона Твоего. Близый Ты, Господи, и все запади Твои истина. Издавна узнал я об откровении Твоих, что Ты утвердил их навеки. Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Ступись в дело мое и защити меня, по Слову Твоему оживи меня. Далеко от нечтевых спасения, ибо они у усталых Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят Слова Твоего. Зри, как я люблю по велению Твоей, по милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание Слова Твоего истина, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонит меня безвинно, но сердце мое боится Слова Твоего. Радуюсь я Слову Твоему, как получивши великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир улюбящий закон Твой, и нет к ним преткновения. Упывая на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои перед Тобою. Да приблизится вопль мой при лицо Твое, Господи, по слову Твоему, вразуми меня. Да приед моление мое при лицо Твое, по слову Твоему, избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня усталом Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я по велению Твоей избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой утешение мое. Да живет душа моя, и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедь Твоих не забыл. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос По Своей многой любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом Ей многие щедроток и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смертью вовеки Итак, если вера в Тебя спасает отчаящихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо дела да вмениться мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдующих меня Но это вера, да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоею вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится Слово, что оторг мне от Твоих руки ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарил матери моей Сподобие меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я, когда свои тайны греют И чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прещающему Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа Во все дни жизни, ныне всегда, веки веков. Аминь Аминь Святой Ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за него сдержание мое Не дай возможности взлома демону, починить меня себе при владании этого смертного тела Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедному души и телу Прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принять Бога никаким грехом И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем И сделал меня рабом, достойной своей милости Аминь Аминь Пресвятая Владычица, моя Богородица Своими святыми и всесильными молитвами Отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего Уныния, забвения, неразумия, нерадения Удались со скверной, лукавой и хульной помыслой из закаянного моего сердца И помраченного ума моего И погаси поема страстей, ибо его Бог несчастен Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляют все роды И причистое имя Твое славится Во веки вечное Аминь Аминь Молите Бога о нас, святые угодники Божии Игнатий, Владимир, Надежда Ибо мы усердно к Вам прибегаем Скорым помощникам, молительникам о душах наших Богородица, Дева, радуйся Обрадана Мария, Господь с Тобою Благословена Ты в женах И благословен плод чрева Твоего Ях родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим Непобедимая божественная сила Исчезнага, Животворящего Христа Господи Не остави нас, грешных, уповающих на Тя Спаси, Господи, люди Твоя И благослови достояния Твое Победу нас в противные дары Твое Сохраняя Крестом Твоим жительством Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Исчезнага, Михаила Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корниль, Александра, Деодора, митрополита Тихона, и весь священник Чискина, Чискичин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам, дай еще священника, если угодно тебе, смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, дабы издавали мудрые законы, дали достойно жить подданным, дабы было еще уделять нуждающимся и сохранив от покушения на них Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Радогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас в этот день от всякого рода зла и греха, от нарушения заповедей Твоих, от непосильных искушений. И защити, и сохрани жилища наше и селения от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серапима и Владимира. Обрати болящую Людмилу, любовь, Владимира, Алексея и Иосифа, прежде добрых жителей с детьми, знающих и любящих уставы Твои святые. И сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Лептину. Подбуди всех на проповедь благовестия. Господи, помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгению, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Ездру, Русика, и даруй добрую веру истинную Тимуру, Самире, дабы не верил же пророкам. Возри на врагов угрозы их, устраши их, не дай желаемого в исполнении злых намерений. И в судный день не помяни их безумия и примирись с нами, если возможно. Посети наши благодетели и воздай им добром всей жизни и будущей. Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрия и Горда. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, путешествующих Раиса, Льва Виктора, благослови его друзей. Все наше родство найди. Дайки Валентину, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И отступников найди Николая, Михаила, Александра, Юлию и Максима, благослови. Посети болящих, дай силу перенести страдания твои. И пошли им исцеление Илариона, Кирилла, Алексея, Надежду, Алифтину, Людмилу, Валентину, Валентину, Нину, Татьяну, Татьяну, Марию, Александру. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Аллилуйя! Сохрани наше сокровище в интернете. И благослови их администрацию, кто помогает нам там быть. И книги здесь их пути сохрани. И благослови трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Дмитрия, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея и Вячеслава, Содружества Его. Найди Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших, отец и братьев наших, родителей, родников, благодетелей. Но представлена Валерия. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Будь милостив к нам, Владыка, и благослови нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегово, Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его, Аллилуйя! Слава Вышней Богу на земле, мир в человеках, благоволение! Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов и на канона церкви, как на истину. Воздай добром всем, кто трудился над моей душой, возрастанием ее в Тебе, Мария, Степана, Александра, Михаила и Анну. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. Проведи душу мою по мытарствам и веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Ян Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Дарует Господь жажду исследовать Священное Писание. Мужчина сжить, Господи, в бедности. Истина так. Быть во всем экономном. И даруй жулье всем. И Гавриилу, Сергии. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пороки Божии. Илья, Елисей, Нух, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Ниеми, Амос, Наумы, Саи, Иеремия, Варух, Изыки, Иль, Осия, Иаиль, Агей, Сапония, Захария, Малахи, Давид, Напан, Данил, Отрих и Пророк, Михей, Аврам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою, дабы день прихода Того нашего Отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными Илея добрых дел, соделанных Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, Хюрвимы, Серафимы, все небесные силы, престолы Божьей предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, Аллилуйя! Молите Бога на святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм Смринский, Иосин Филот, Космай Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Некомедийский, Георгий Победоносец Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь Церковь свою, дабы никто не принял очертания зверия Антихриста, Анфима, Вениамина, дай веру, устраши родителей за такое ложное воспитание, Аллилуйя! Молите Бога на святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Латаусов, Анасий Великий и Прим Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай и Макарий, Алтайский, Филарет и все перевозчики священного писания. Молите Бога за сохранительность Господь святой православной веры, а за мастеричков разрушь и разбей, лишь что превратить. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущница, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Ипицкая, Прискела и Акела, А Андроник и Юния, Киприяна и Устина, да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость. Женам и девам, а сохрани их от всяческого поругания и справки непокоривость. Галины, семейства, Евгения, Надежды, Светланы, Людмилы и Анны, И прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, и исполни молитву всех, молящихся Тебе о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голгофских страданий, Сына Твоего, Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа, ради пролитой им крови за нас, прими нашу молитву и исполни ее, а всех заповедавших нам молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай, и дослышит раб Твой. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь, доброе утро. Виталий, ты брал только одну тему, семья. Ты закончил ее или нет? Закончил. Я только монтаж еще не закончил. Знаешь, ты по-простому делай, без монтажа, без всякого. Время-то идет. В смысле? Я следующую папку не буду брать, потому что я ее буду долго делать, пускай кто-нибудь другое делает. Понимаешь, вот это вот делание, ты послушайся меня, никто ничего не делает, только насчитывает. Вот Сергей Павлович, ну он-то уже, какую папку? Ты, наверное, седьмую заканчивает. Ты с одной сидишь и... И стихи я перечитываю. Игнать, я еще стихи перечитываю, потому что я там, ну, с первого захода я там что попало начитал. Как тебе писать-то я не пойму, когда готовы брать? Ты же знаешь, где брать? На сайте. Папка, семья. А ты откуда берешь-то? Я с вами же, помните, у Сергея была техника, ну, как, не работала. Я с вами начитал папку семья, но стихотворение я перечитываю. Ну, ладно. Ты, брат-то, знаешь, где? На сайте. На нашем. Ну, ты закончи это. Ничего там не надо монтировать, подмешивать. По-простому. Вот, посмотри, Елена Гладыщук, она уже сколько сделала? Игнать Тихонович, я сделаю так, как я делаю. Игнать Тихонович, я делаю так, как я делаю. Простите меня. Нет, ты делай, как я говорю, заказчик я. Понимаешь, нет? Вот я в Америке был, там так. Допустим, мы зашли пообедать-то. Я говорю, а мясо я не ем, а рыба есть. Он говорит, там вон водоем. Подходишь, водоем, прямо, ну, большая рыба плавает. И сразу подходит работник, китаец. И он спрашивает, какую рыбу нужно? Я гляжу, они как будто одинаковые, но одна какая-то маленькая не так. Я говорю, вот это. Он ее черпаком раз, длинная у него, такая, как ловига. Он ее вытащил, он готовит, я стою рядом. Он ее не подменяет, только эту сделает. Я говорю, вот здесь масло не лейте на сковородку. А как? А как? Переводчик сразу подошел. А вот так сделайте. Когда поднимешь ее оттуда, тогда ничего туда не... Ничего, томи лука, немножко лука, ничего, ничего. Он всегда дает, да так. И он улыбнулся и сразу делает. Я сижу, смотрю, как он делает. Рыба на столе, так, как я хочу. Я плачу за это. Если мы не успеем, меня не будет, ты пойми, по-другому все будет. Мне нужно закончить. Это одно из важнейших мест. Вот делает, я не знаю, тихий голос, чтобы громкий был. Ты вот заряди где-то там, ну, в интернете-то. Только включаешь, ну, прям на всю комнату. А-то говорят где-то тихо. Они говорят, там, тысячная доля не стоит по важности. А они работают. Я прошу, пожалуйста. Да и успей пока захватить какую-то тему еще. Больше тысяч уже насчитали, ты сидишь с одним и тем же. Пожалуйста, какие стихи есть, и стихи насчитывай. Все как есть, от корки до корки. Закончи мне сегодня, если можно. Виталий Викторович, я прошу тебя. Хорошо, я нарежу все в сыром виде пускай. И мне это не проблема. Я за день мог бы все сделать, понятное дело. Ты делай так, как, допустим, все, как они ставят, и чтобы я мог снимать. А то еще... Я-то делаю для того, чтобы... Ну, все, я понял, Игнать Тихонич. Ладно, все, нарежу. Ты когда себе делаешь, надо так. Вот тебе говорят, нам сделали там замещание, но не предупреждение. А сегодня, ну, он там музыку где-то, он не обращает внимания, такой, как ты. Одно, да другое, да третье. Ну, да это ничего не значит. Сегодня захожу такой, неоднократные были предупреждения, канал закрыт. Ты меня подгоняешь к этому? Вы сами подумайте. Мы уже говорили об этом. Я сегодня первый раз увидел, за то, что вот это замещание, это не предупреждение. Предупреждение два, и третье уже закрывают. Канал закрывают. Никакие деньги не помогут. Ты понимаешь, такое сокровище потерять, это... Из-за этих... Твоих-то у меня уже три, наверное, замещания было сделано. Ты меня под монастырь подводишь, нельзя это делать. Пожалуйста, ни одного слова музыки, ни грамма, ни секунды. Начитай с выражением громко и сразу выставляй по десять штук. Все слушаются, все делают, как я говорю. Ну, всё. Пожалуйста, прошу. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Коммунизм», том 20, вопрос 3407. Какую лепту вложили поэты в корзину революции? Покажите на конкретном примере на одном поэте. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Почти все, за самым малым исключением, заигрывали перед передовыми негодяями, которые раскачивали государственную ладью стабильности. Рассмотрим только несколько стихотворений Некрасова, Н.А. В самих стихах нет ничего нового, а часто выдуманное, несоответствующее действительности. Настолько же плаксивой сентиментальности, свойственной великим преступникам, таким как Гитлер и Ленин, «Такие уж отзывы от Чернышевского, Белинского, Герцена и других смутьянов, что святых выносили от воскурений умиления похвальбы». «Простите», «Что святых выноси от воскурений умиления похвальбы». И это говорит, что они ничего не видели, что за крушением монархии выпрет благ, и уже ни одна женщина будет на площади бита, а она и не была, оказывается, никогда там бита. А уже вся страна пойдет в отвал. Что ты жадно глядишь на дорогу, в стороне от веселых подруг? Знать, забило сердечко тревогу, все лицо твое вспыхнуло вдруг. И зачем ты бежишь торопливо, запромчавшийся тройкой во след? На тебя, подбочинясь красиво, загляделся проезжий корнет. Поживешь и попразднуешь волю, будет жизнь и полна, и легка. Да не то тебе пало на долю, за неряху пойдешь, мужика. Завязавши под мышки передник, перетянешь уродливо грудь. Будет бить тебя муж-привередник, и свекровь в три погибели гнуть. От работы и черной, и трудной, отсветешь, не успевши расцвесть. Погрузишься ты в сон непробудный, будешь нянчить, работать и есть. И в лице твоем полном движения, полном жизни, появится вдруг Выражение тупого терпения и бессмысленный вечный испуг. И схоронят в сырую могилу, как пройдешь ты тяжелый свой путь, Бесполезно угасшую силу и ничем не согретую грудь. 1846 год. Некрасов. Н.П. Огарев писал Т.Н. Грановскому «Тройка» Некрасова «Чудесная вещь». Я ее читал раз за десять. Стихотворение вскоре стало народной песней и вошло в народные песенники. В романе Чернышевского «Что делать» тройку поет Вера Павловна, неоднократно положено на музыку. Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Ни звука из ее груди, лишь бич свистал играя. И музея сказал «Гляди, сестра твоя родная». 1848 год. Стихотворение написано не по живым впечатлениям о наказании крестьянки. Некрасов не мог быть свидетелем истязания женщины, так как практически к женщинам наказание кнутом вследствие его особой опасности не применялось с 1845 года. Кавычки открываются. Уложением об наказаниях вообще было отменено, а на основе зрительного сходства между зачеркнутыми красными чернилами, крест-накрест рукописями в цензурном ведомстве и исполосованными, кнутом, кровоточащими спинами жертв палача. Стихотворение таким образом представляет собой обобщенный символ страданий, включающий истязания над народом и над поэзией, которая вступается за его судьбу и разделяет его участь. Иссеченная муза. Синная, рыночная площадь в Петербурге, на ней не производились публичные наказания, а находилась полицейская часть, в которой секли розгами втайне от посторонних глаз, совершивших проступки дворовых, пьяниц, мелких воришек и тому подобное. Не звука из ее груди. После первых ударов в кнута у истязуемых по свидетельствам современников пропадал голос. Тем самым молчание крестьянки и музы не признак стойкости героизма, а признак мученичества. Когда из мрака заблуждения, горячим словом убеждения, я душу падшую извлек и вся полна глубокой муки, ты прокляла, ломая руки, тебя опутавший пророк. Когда забывчивую совесть воспоминанием казня, ты мне передавала повесть всего, что было до меня. И вдруг, закрыв лицо руками, стыдом и ужасом полна, ты разрешилась слезами, возмущена, потрясена. Верь, я внимал не без участия, я жадно каждый звук ловил. Я понял все, дитя несчастья, я все простил и все забыл. Зачем же тайному сомнению ты ежечасно предана? Толпы бессмысленному мнению ужель и ты покорена? Не верь толпе пустой лживой, забудь сомнения свои. В душе болезненно пугливой гнетущей мысли не таи. Грустя напрасно и бесплодно, не пригревай змеи в груди. И в дом мой смело и свободно, хозяйкой полною войди. 1846 год. Стихотворение заслужило многочисленные похвалы. А В. Дружинин в статье стихотворения Н. Некрасова назвал его превосходнейшим высоким созданием. Н. Г. Чернышевский писал поэту, что стихотворение «Когда из мрака заблуждения, давно отвергнутый тобою, я посетил твое кладбище, застенчивость», буквально заставляет его рыдать. Неоднажды, в том числе и полемизируя, упоминал о стихотворении Ф. Ф. Михайлович Достоевский, приведя начальные строки из стихотворения в книге «Легенда о великом инквизиторе». Безвестен я, я вами не стяжал ни почести, ни денег, ни похвал. Стихи мои плод жизни несчастливой, у отдыха похищенных часов, сокрытых слез и думы боязливой. «Но вами я не восхвалял глупцов, но с подлостью не заключал союза, нет. Свой венец Терновый приняла, не дрогнув, обесславленная муза и под кнутом без звука умерла». 1855 год. В реальной ситуации середины 1850-х годов Некрасов был одним из самых читаемых поэтов. После же выхода книги стихотворений 1856 года он мог убедиться в своей беспримерной известности. 6-го по старому стилю, по-новому 18 декабря 1856 года Некрасов писал Тургеневу. «О книге моей пишут чудеса, голова могла бы закружиться, неслыханная популярность, успех, какого не имел и Гоголь. Скучно, скучно, емщик удалой, Разгони чем-нибудь мою скуку, Песню, что ли, приятель, запой Про рекрутский набор и разлуку. Не бы лица и какой посмеши, Или что ты видал, расскажи, Буду, братец, за все благодарен. «Самому мне не весело, барень, Сокрушила злодейка жена. А с чего? Видит Бог, не томил я ее безустанной работой, Одевал и кормил, без пути не бронил, Уважал, то есть вот как с охотой. А слышь, бить так почти не бивал, Разве только под пьяную руку. Ну, довольный, емщик, Разогнал ты мою неотвязную скуку». 1845 год. Белинский был поражен им И сказал однажды, «А каков Некрасов-то? Ведь он начинает обнаруживать Глубокий поэтический талант. Сколько скорби и желчи в его стихе! Айгерсон назвал стихотворение Превосходным. Еду ли ночью по улице темной, Буря заслушаюсь в пасмурный день, Друг беззащитный, больной и бездомный, Вдруг предо мной промелькнет твой день. Солнце сожмется мучительной думой, С детства судьба не взлюбила тебя. Беден и зол был отец твой угрюмый, Замуж пошла ты другого любя. Где ты теперь? Нищетой горемычной Злая тебя сокрушила борьба? Или пошла ты дорогой обычной И роковая свершится судьба? Кто ж защитит тебя? Все без изъятия Именем страшным тебя назовут, Только во мне шевельнутся проклятия И бесполезно замрут. Август 1847 год. И С. Тургенев писал Белинскому Из Парижа 14-26 ноября 1846 года. Скажите от меня Некрасову, Что его стихотворение в девятой книжке Современника меня совершенно с ума свело. Денно и нож, надвержуя это удивительное произведение, И уже наизусть выучил. Впечатление, произведенное стихотворением, Было настолько велико, Что Чернышевский, Скучистя более 30 лет, В письме к жене из Вилюйска От 15 марта 1877 года, Назвал его первым из тех, Так, тысяча... Простите, В письме к жене из Вилюйска От 15 марта 1878 года, Назвал его первым из тех, Которые останутся долго прекраснейшими Из русских лирических пьес. Одна первая глава пророка Исаии Превысит всех поэтов по этой скорбящей тематике За три тысячи лет. Всех до одного. Третья ездра, 16-48. Кто занимается хищничеством, Тех, чем больше украшают они города и домы свои, Владения и лица свои, Тем более возненавижу за грехи их, Говорит Господь. Как блудница ненавидит женщину честную И весьма благонравную, Так правда возненавидит неправду, Украшающую себя, И обвинит ее в лицо, Когда придет тот, Кто будет защищать преследующего Всякий грех на земле. Пророк Михей, 2-7. Разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия Его? Неблаготворны ли слова мои для того, Кто поступает справедливо? 2 Коринфянам, 11-13. Ибо таковые лжеапостолы, Лукавые делатели, Принимают вид апостолов Христов. Во имя Отца и Сына, И Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 21, вопрос 3409. С чем связано, Что никак не могут похоронить Ленина? Сам он на это давал благословение. Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. На что? На сохранение мумии, На обозрение или на захоронение? Лично для меня он и его жизнь Столько неприятны, Что говорить о том не хочу. Есть мнение... Так, простите. Лично для меня он и его жизнь Настолько неприятны, Что говорить о том не хочу. Есть мнение людей не нашего круга. 6 марта 2005 года Убрать революционный некрополь. Во втором номере РВ За 2005 год Были опубликованы материалы, Показывающие мистический смысл Содержание тела Ленина в мавзолее. Ниже следует эмоционально резкое, Но аргументированное обращение Ветеранов Великой Отечественной войны В Государственную Думу Российской Федерации С обоснованием требования Убрать мавзолей и тело Ленина С Красной Площади. Цитата. Уважаемый председатель Государственной Думы России, Уважаемые депутаты, Падение кровавой коммунистической тирании Повлекло за собой Переосмысление Роли в ней Ленина. Темы, связанные с ними И бывшие ранее запретными В условиях тоталитарной идеологии Получили сейчас Подробное освещение Во многих трудах, основанных на Архивных документах. В них Жизнь и деятельность Ленина Разобрана уже до основания. Подававшееся ранее Как мифологическое житие Большевистского культа Теперь подверглась анализу И черты характера Ленина И его деятельность Оказались далекими От обожественного идеала. Сведения об Иезуитском фанатизме Неразборчивость В средствах для достижения Своих целей Его переписка И секретные директивы Шпионские связи С германским командованием По развалу армии И выводу России из войны Преступный октябрьский переворот Факты из личной жизни Включая болезни Его многотомные труды Всевозможные призывы Шири Применять расстрелы Терроры, насилие И многое другое Изменили в нашем сознании И представлении Образ Ленина В отрицательную сторону Из многогранной истории Человеческой цивилизации Ленин взял на вооружение Лишь классовую борьбу Бедных пролетариата И богатых буржуазии Да борьбу с религией В самом искаженном И извращенном виде Ленин со своими сподвижниками Совершили преступный Октябрьский переворот Фарисейский назвав его Великой Октябрьской Социалистической революцией Революцией Унизили Россию Преступным Брестским миром Разогнали учредительное собрание Уничтожили царскую семью Уничтожили имевшиеся Гражданские свободы И права человека Разрушили до основания Экономику страны Низвели власть Советов До придатка партийных органов Изгнали цвет национальной интеллигенции За пределы страны За счет грабежа своего народа Создавали и содержали В других государствах Компартии Занимались экспортом революции Подавили в крови Тамбовское, Кронштадтское, Донское, Ярославское, Сибирское, Ижевское, Астраханское и другие народные восстания Почти уничтожили церковь Разрушили тысячи храмов Расстреляв десятки тысяч священников Закрыли все типографии, не принадлежавшие большевикам Ввели постоянную цензуру Убивали инакомыслящих С помощью террора и насилия Голода В результате развязанной ими В борьбе за власть Гражданской войны Погубили в России 13 миллионов Человеческих жизней Уничтожили физически Все сословия и классы Дворянство, офицерство, Духовенство, крестьянство, купечество Предпринимателей, казачество, крестьянство и так далее Ленин по Брестскому миру Отдал Германии треть населения страны И половину промышленности Лишил смысла жертвы Понесенной России за три года войны Но сохранил себе власть Лениным был построен в стране Социализм по схеме Платона Элита стража рабы Из последних Были в 1932 году Выделены крепостные крестьяне Ленин, ломая Ломая либеральную власть буржуазии Воссоздал ее В самом зловещем Большевистском виде Заменив ее жестоким И кровавым гнетом Ленин был единственным деятелем В истории человечества Который вознамеривался осуществить Революционные перемены Не в масштабе государства А всей планеты Ленин и его сподвижники Внушили великому народу Что дорога к счастью Равенству, процветанию Лежит через террор Насилие, беззаконие, произвол Им, Ленинам Ценой неимоверных страданий Чудовищных лишений И жертв Впервые в истории человечества Было создано Полицейское Тоталитарное государство Измените в гитлеровском Национал-социализме Лишь одно слово Национал На интернационал И получите Ленинский интернационал-социализм То есть фашизм Разница лишь в том Что гитлеровский фашизм Построен на расовой неприязни А ленинский фашизм На классовой нетерпимости Их объединяет одна идеология Одна партия Один вождь И культ вождя Один режим Одни и те же преступные Органы насилия Борьба с инакомыслящими И их уничтожение Депортации народов Бессудные расстрелы Концлагеря И у нас И в Германии И все якобы в интересах Рабочего класса И там И у нас Стремление к мировому господству Правда у нас под видом Мировой революции И все это прикрыто Лживой демагогией Построенное Лениным государство Не могло существовать Без ГУЛАГа Первый концентрационный лагерь Был создан по указанию Ленина на родине Великого Ломоносова В Холмогорах Для перевоспитания Буржуазии офицеров При жизни Ленина Стремна начала Покрываться Болезненной сыпью Лагерей Через которые прошли Десятки миллионов людей Он был главным Архитектором И творцом ГУЛАГа По указанию Ленина Впервые в истории Производились расстрелы Невиновных заложников Он изобрел загранотряды Бессудные расстрелы Он изобрел загранотряды Изобрел в кавычках Бессудные расстрелы Ленин составил кошмарную 58 статью С 14 подпунктами По которой можно Было расстрелять И невинного младенца Ленин и его сподвижники Рассматривали Россию Только как средство Для удовлетворения Своих утопических амбиций Только как плацдарм Для совершения Мировой революции И создания Всемирной Коммунистической республики Во главе которой Он стал бы сам А теперь Уважаемые депутаты Вдумайтесь В утверждении призыва Ленина Взятые из его Сочинений Цитата Коммунисты могут Достигнуть своей цели Лишь путем Насильственного Низвержения Существующего строя Нашу партию И социализм В целом способны Погубить И погубят Первое Многопартийность И буржуазная Лжедемократия Второе Свобода торговли Она пострашнее Чем колчаки И Деникины Вместе взятые Третье Гласность Свобода слова Печати и собраний Пусть 90% Русского народа умрет Но 10% Доживет До мировой революции Всех причастных Контрреволюции И колеблющихся Расстреливать Никого не спрашивая Не допуская Идиотской волокиты Русский человек Плохой работник По сравнению С передовыми нациями Раздайте русским Дуракам работу Русские тюхтя Рухля ленивые Партия не пансион Для благородных девиц Иной мерзавец Может быть для нас Именно тем и полезен Что он мерзавец Необходимо шире Применять расстрелы А на Россию Господа Нам наплевать Мы Россию завоевали Мы будем ею управлять На Россию Мне плевать Ибо я большевик Русский народ велик Как может быть велик Ибо Мы Россию завоевали Кого ли скажи На Россию Мне наплевать Ну а я так и сказал Еще раз Мы Россию завоевали Мы будем ею управлять На Россию Мне наплевать Ибо я большевик Русский народ велик Как может быть велик Держи морда Угнетающий Другие народы Интеллигенция Не мозг нации А говно Все лица Несогласные С большевиками Считаются Без исключения Буржуями И белогвардейцами Все нравственно Что идет На пользу Партии большевиков В политике Нет места нравственности А есть целесообразность Опираться на интеллигенцию Мы не будем никогда А будем опираться На авангард Пролетариата Ведущего за собой Всех пролетариев И всю деревенскую Бедноту Другой опоры У коммунистов Быть не может Пролетариат Не имеет родины Ему нечего терять Кроме своих цепей Надеемся Этого хватит Эти в кавычках Простите так Кроме своих цепей Конец цитаты Далее Продолжение Комментария Русаков Надеемся Надеемся Этого хватит Эти в кавычках Гениальные Высказывания Можно было бы Продолжать и дальше И совсем не похоже Что их мог произносить Нормальный человек Коммунисты И сейчас Утверждая гениальность Ленина Ссылаются на то Что он Сочинил 50 томов книг На планете Не найдется Ни одного человека Включая Ортодоксальных Коммунистов В том числе И вас Уважаемые депутаты Которые прочли Хотя бы Один том Его В кавычках Сочинений В них Один бред Мракобесие Заблуждение Конспекты Чужих книг И выпуски Из них Критика Различных Ренегатов Бессвязные Убогие Наброски Выступления Проекты Различных Постановлений Тексты Посланий Писем И прочий Хлам Который Нормальному Человеку Невозможно Усвоить И Переварить Ленин Далек От гениальности Так как Ни один Его эпохальный Прогноз И заветы Не притворились В жизнь И не оправдались Достаточно Вспомнить Его Категорические Выводы О сроках Прихода Коммунизма Неизбежности Мировой Революции Крахи Крахи Капиталистической Системы И многое Другое Марксизм Ленинизм Оказался Не наукой А Мертвой Идеологией На которой Кровь Десятков Миллионов Лучших Людей России По вине Ленина Был уничтожен Лучший Генофонд Страны Несостоятельность Прогнозов И пророчеств Ленина Является Безоговорочным Историческим Приговором Человеку Считавшемуся Гением Ленина И его Сподвижников Совершенно Не заботило То Что народ Никогда Не уполновачивал Большевиков Коммунистов Руководить Россией И лично Его Возглавлять Правительство Второй Всероссийский Съезд Советов 26 октября 1917 Года Избравший Ленина Председателем Совнаркома Не имел На это Никаких Полномочий И прав Власть Ленина И созданного Им Правительства Была Нелегитимной И незаконной Ленин И все Другие Правители Государства До его Развала Были Самозванцами Неизбранными Народом Созданная Лениным Система Монополия На власть Способствовала И благоприятствовала Появлению На самой вершине Государственной Власти Людей Бесцветных Посредственных С крайне Низким Уровнем Интеллектуального Развития Безграмотных Убогих И примитивных Которые Оказавшись На вершине Власти Все мечтали Лишь о том Как бы Пролезть Дважды Трижды Четырежды Герои Маршалы С заветной Мечтой Быть похороненными В центре Москвы У Кремля Гены Ленина И породили Всех этих Бездарных Ленинцев Такими Были У Ленина Наследники Все идеи Мысли Ленина Совершить Кардинально Экономические И социальные Преобразования В России Создать Общество Коммунистического Равенства И справедливости Оказались Идеи Бредовой И безумной Психически Больного Человека Ленину Не удалось Сотворить Рай на земле Но создать Ад Он сумел Быстро Перечень Преступлений Ленина И его Сподвижников Единомышленников Поднявших Ленина Выше Иисуса Христа И правивших Страной 73 года От его Имени Можно продолжать До бесконечности История Государства Созданная Лениным Это и история Борьбы Со своим Народом Жизнь Людей В постоянном Страхе Лжи И обмане Ленин Не великий Ни мыслитель Ни философ Ни ученый Ни политик Ни экономист Ни социолог А великий Преступник И политический Авантюрист 20 века Король Оказался Голым Ленин Его С подвижником Нужен Был Мертвым А не живым У малокультурных Коммунистов И возникла Сатанинская Мысль Увековечить Труп Ленина И сделать Его Символом Новой Эры Коммунизма Для чего Изготовить Из человека Набитое Чучело И выставить Этого Чучело Идола На потеху Праздной Толпе Что является Аморальным И безнравственным Нынешние Руководители В том числе И президент Путин Владимир Владимирович Не могут Расстаться С этим Чучелом Которое Уже 80 лет Опасаются Предать Земле Ленин В массовом Сознании До сих пор Остается Священной Коровой И хотя Поклонялись Ему Творили Его культ Уже Разоблаченные Тираны Сам Идол Выставленный В миллионах Гипсовых И чугунных Подобий В любом Городе И селе На каждом Полустанке У каждой Водосточной Трубы Оставался В целом Незапятнанным Так как Оставался В целом Незапятнанным Оставался Да Я что Сказал Оставался У каждой Водосточной Трубы Остался В целом Незапятнанным Так как Цитата Живы Еще Его Сподвижники И Покровители Защищающие Его Преступления Пора Наконец Понять Что Без полного Отказа От Ленина Ленинизма Ленинских Норм И Принципов Пока Его Труп Покоится В Мавзолее Никакая Свобода Никакая Демократия Никакое Возрождение России Невозможно Вносим Предложение В Государственную Думу России Которая Основываясь На разоблачении Жизни И деятельности Ленина Должна Принять Решение Первое Тело Ленина Сжечь И Развеять Его Прах Второе Мавзолей Ленина Ликвидировать Перенести С Красной Площади Революционный Некрополь Разровнять Землю Вокруг Этих Мест И Провести Очистительный Обряд По Изгнанию Бесов И Удалению Трупных Нечистот Третье Снять Сатанинские Звезды С башен Кремля Заменив Их Двуглавыми Орлами Четвертое Реабилитировать Белое движение Генералов Деникина Корнилова Врангеля Миллера Юденича Адмирала Колчака И других Пятое Реабилитировать Всех Офицеров И солдат Белой Армии Шестое Реабилитировать Участников Тамбовского Астраханского Ярославского Ижевского Донского Кронштадтского И всех других Народных Восстаний Седьмое Реабилитировать Всех Кто боролся Во все времена С кровавой Коммунистической Тиранией С захватом Большевиками Власти Началась Целая эпоха Переименований Городов Улиц Площадей Поселков Сел И так далее Большевикам Было безразлично Что переименование Это Исторический Подлог Покушение На историческую Память Народа Которая И делает Каждый народ Народом Это Аморально Нравственное Преступление Злодейства И перед ушедшими И перед ныне Живущими И перед Потомками А потому Необходимо Ликвидировать Все переименования Сделанные Большевиками И возвратить Народу Вместо Областей Районов Губернии Уезды Простите И возвратить Народу Вместо Областей Районов Губернии Уезды Необходимо Переименовать Ленинградскую Ульяновскую И Город Ульяновск Свердловскую Кировскую Области И город Киров Дав им Прежние Исторические Названия Пока Не вернутся Старые Исторические Названия Наших Улиц Площадей Сел И поселков Носящие Сейчас имена Революционных Бандитов Ленина Дзержинского Свердлова Урицкого Уначарского Володарского И всех Других Пока Не ликвидированы И не снесены Многотысячные Монументы Ленину И другим Зверам Не будет Процветания И благоденствия Всей России Ветераны Великой Отечественной Войны 1941-1945 Годов Ветераны Военной Службы Бывшие Командиры Подводных Лодок Капитаны Первого Ранга Н. Абрамов В. Капранов Э. Толкун К. Иванов Н. Суздалев От редакции Представляется Что все больше Людей В Российской Федерации Понимают Что без решения Этого вопроса Невозможно Будет Подлинное Возрождение России Несколько лет Назад Этот вопрос Был Поставлен Однако Руководство КПРФ Категорически Воспротивилось Этому Более того 7 июля 1999 Года Было Принято Заявление Президима ЦК КПРФ Оградить Святыни От Осквернений Советская Россия 8 июля 99 Года В котором В частности Утверждалось Владимир Ильич Ленин Похоронен В 1924 Году Так Как Решил Народ Выразив И закрепив Свою Волю В единодушном Решении Съезда Советов СССР За истекшее С тех пор Время Его Усыпальница Превратилась Не только В историческую И гражданскую Святыню Свидетельницу Парада Победы Встречи Первого Космонавта Земли И других Величайших Свершений Советского Народа Но стало И предметом Культового И религиозного Поклонения Выделено Редактором Немалой части Советских Российских Граждан Независимо От их Национальной И конфессиональной Принадлежности Поэтому Не в компетенции Представителей Иных Конфессий Судить О правомерности Избранного 75 лет тому назад Обряда Если Конечно Они не желают Подражать Разрушителям Храмов Давно И по заслугам Избранным Из рядов Коммунистической Партии В этой Связи Хотелось Бы Воспроизвести Следующий Документ Постановление ЦК КПСС И Совета Министров СССР От 6 Марта 1953 Года О Сооружении Пантеона Памятника Вечной Славы Великих Людей Советской Страны ЦК КПСС И Совет Министров СССР Постанавливают В целях Увековечения Вания Памяти Наших Вождей Владимира Ильича Ленина Иосифа Виссарионовича Сталина А также Выдающихся Деятелей Коммунистической Партии Советского Государства Захороненных На Красной Площади У Кремлевской Стены Соорудить В Москве Монументальное Здание Пантеон Памятник Вечной Славы Великих Людей Советской Страны По завершении Сооружения Пантеона Перенести В него Саркофаг С телом Владимира Ильича Ленина И остатки Иосифа Виссарионовича Сталина А также Останки Выдающихся Деятелей Коммунистической Партии Советского Государства Захороненных На Красной Площади У Кремлевской Стены И открыть Доступ Пантеон Для широких Маст Рулящихся Конец Цитаты Прокеремия 22 глава 19 стих Ослиным Погребением Будет он Погребен Вытащат Его И бросят Далеко За ворота Прокеремия 14 11 В преисподнюю Низвержена Гордыня Твоя Со всем Шумом Твоим Прокеремия 51 44 И посещу Вилла Вавилоне И Исторгну Из уст Его Проглоченная Им И народы Не будут Более Стекаться К нему Даже Из стены Вавилонские Падут Вилл Владимир Ильич Ленин Москва Третий Вавилон Исторнуты Реабилитированные Жертвы Коммунистических Репрессий Верьте Мне Обманутые Люди Я Как Вы Ходил По Всем Путям Наша Жизнь Есть Чудо В Вечном Чуде Наша Жизнь И Здесь И Вечно Там Я Знаком С Безмерностью Страданий Я Узнал Где Правда Где Обман Яркий Ужас Наших Испытаний Нам Не Для Насмешки Плоской Дан Верьте Мне Неверящие Братья Вы Меня Поймете Через День Нашей Вольной Жизни Нет Проклятия Мы Избрали Сами Святотень Мы Избрали Зло Как Путь Познания И Законом Сделали Борьбу Уходя В Тяжелое Изгнание Мы Живем Чтоб Кончить Жизнь В Гробу Но Когда Застывшими Чертами Мертвый Торжественно Мы Спим Он Незримый Дышит Рядом С нами И Молясь Беседуем Мы С ним И Душе Таинственно Понятно В этот Миг Беседы Роковой Что В пути Пройденном Безвозвратно Рок Е Был Выбран Ей Самой Но Стремясь Греша Страдая Плача Дух Наш Вольный Был Всегда Храним Жизнь Была Решенная Задача Смерть Пришла Как Радость Встречи С Ним К. Д. Бальмант Не знаю Что Хансатин Дмитриевич Че Про мусульманство Начитаем Игнать Тихонич Тут Прилеплен Еще Какой-то Прицепом Идет вопрос По-моему У нас Его Не было Ты по порядку Считай Я сам Потом Разберусь Все Хорошо Считай Раздельно Слова Не считай Просто Нормально Считай Хорошо Ладно Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Книга Открытым оком Тема Мусульманство Вопрос 3410 Какое неудовольствие Мягко говоря Вызовет у мусульман Этот материал О Магомете О Коране В 18 томе Если за выступление Папы Римского А он цитировал Мануила Второго Палеолога Его хотели убить То какой взрыв В мусульманском мире Может быть После прочтения Цитаты Из Жития Святых Например Что Магомед Обманщик Лже-пророк И что вера его Нечестивая И тому подобное Если у вас Прогляд Вперед Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Выходит Мы уже Дожили до того Что в своей Православной Стране Я не могу Уже читать И цитировать Святых Отцов Из Жития Святых Из книг Из которых Тысячу лет Русский народ Черпал понятия О жизни Иной Чем видел Вокруг Вы не первые Мне задаете Этот вопрос Значит Дожили Что страх Перед Нечестивцем Выше Насущной Потребности Возвестить Истину Разве Я сказал Нечто новое Кроме написанного В Библии У Святых Отцов Православной Церкви Многим И разным В Библии У Святых Отцов Многое Что не нравится Но пророки Для того И возвестили Силою Духа Святого Чтобы мы Понесли Этот Цвет Другим И конечно же И мусульманам Разве Они Вычеркнуты Уже навсегда Из числа Тех Кому нужна Благая Весть Из-за чего Им взрываться Если они Люди Взрываться Может только Демон Которому Уже Нет покаяния Евангелие Танны 16 11 Князь Мира Сего Осужден Мы же Взрываемся Из-за того Что спустя Шесть Столетий После написания Евангелия Смертный Человек Бесстрашно Посигнул Его Исказить И отвергать Что Иисус Христос Есть Истинный Сын Божий Равный Богу Отцу Во святой Нераздельной И насущной Троице 1 Иоанна 2 23 Всякий Отвергающий Сына Не имеет И Отца А исповедующий Сына Имеет И Отца 2 Иоанна 1 9 Всякий Приступающий Учения Христова И Не Пребывающий В нем Не Имеет Бога Пребывающий В учении Христовом Имеет И Отца И Сына Мусульмане Хотят Иметь Жизнь Мусульмане Хотят Иметь Жизнь Вечную Значит Им Нужно Уверовать Во Христа Иисуса Как Выстинного Спасителя Умершего Из-за Их Верхи А В таком Случа Их Магомед Мухаммад Кто 1 Иоанна 1 7 Если же Ходим Во свете Подобно Как Он Во свете То Имеем Общение Друг с Другом И Кровь Иисуса Христа Сына Его Очищает Нас От Всякого Греха Деяния 10 43 О нем Все пророки Свидетельствуют Что всякий Верующий В него Получит Прощение Грехов Именем Его Деяния 13 38 Итак Да будет Известно Вам Мужи Братья Что Ради Него Возвещается Вам Прощение Грехов За Возвещение Евангелия Умереть Что Выше Этого Может Быть 1 Петра 4 15 17 Только Бы Не Пострадал Кто Из Вас Как Убийца Или Вор Или Злодей Или Как Посягающий На Чужое А Если Как Христианин То Не Стыдись Но Прославляй Бога За Такую Участь Ибо Время Начаться Суду С Дома Божия Если Же Прежде Нас Начнется Если Же Прежде С Нас Начнется То Какой Конец Не Покоряющимся Евангелию Божию За Святое Слово Божие Пострадать Не Каждому Дано И Павел Радовался Страдая За Благовестие 2 За Которая Лицо Своё Людей Которые Притворившись Благочестивыми Уловили бы Его В каком Либо Слове Чтобы Предать Его Начальству И Власти Правителя 2 Тимофею 2 26 Чтобы Они Освободились От Сети Дьявола Который Уловил Их Свою Волю 1 Иоанна 2 22 Кто Лжец Если Не Тот Кто Отвергает Что Иисус Есть Христос Это Антихрист Отвергающий Отца И Сына Внимая Ужасом Войны При Каждой Новой Жертве Боя Мне Жаль Не Друга Не Жены Мне Жаль Не Самого Героя Увы Утешится Жена И Друга Лучший Друг Забудет Но Где-то Есть Душа Одна Она До Гроба Помнить Будет Средь Лицемерных Наших Дел И Всякой Пошлости И Прозы Одни Я В Мир Подсмотрел Святые Искренние Слезы То Слезы Бедных Матерей Им Не Забыть Своих Детей Погибших На Кровавой Ниве Как Не Поднять Плакучей Иве Своих Поникнувших Ветвей 1856 Год Некрасов Одни Я В Мир Там Пропущено Е А Вот Это Е Да 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 Бедных Наших Дел И Всякой Пошлости И Прозы Одни Я В Мир Подсмотрел Святые Искренние Слезы Средь Лицемерных Наших Дел И Всякой Пошлости И Прозы Одни Я В Мир Подсмотрел Святые Искренние Слезы То Слезы Бедных Матерей Им Не Забыть Своих Детей Погибших На Кровавой Ниве Как Не Поднять Плакучей Иве Своих Поникнувших Ветвей 1856 Год Некрасов Во имя Отца Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым Оком Тема Коммунизм Том 22 Вопрос 3482 Третья Книга Ездры 922 Пусть Погибнет Множество Которое Напрасно Родилось И Сохранится Ягода Моя И Насаждение Мое Которое Я Вырастил С большим Трудом Ленин Пусть Придется 90% Населения Расстрелять Но Остальных Мы Приведем К светлому Будущему Не Кажется Ли Вам Что Очень Похоже И В чем Все-таки Разница Отвечает Игнати Тихонович Латкин Похоже Но Это Всего Лишь Копия С Божественного С Дьявольской Начинкой Есть Такое Изречение Иисуса Христа Лука 11 23 Кто Не Со Мною Тот Против Меня И Кто Не Собирает Со Мною Тот Расточает Большевики Взяли Его Себе На Вооружение Кто Не С Нами Тот Против Нас Но Изречение Христа Не Предполагает Никакого Насилия В этой Жизни А Подводит Результат Состояния В котором И будут Судимы После Смерти Души Противящихся Когда Когда Ученики Этот Принцип За Нас И Против Нас Хотели Употребить На Практике То Господь Показал Что По Отношению Друг Друг Все Выглядит Совсем Иначе То Есть Замоотношение Бога К Людям И Людей Друг К Друг Не Эквивалент Лука 9 10 Иисус Сказал Ему Не Запрещайте Ибо Кто Не Против Вас Тот За Вас Пусть Погибнет Означает Что Жалеть Не Нужно Они Сами Избрали Себе Свою Участь Добровольно И Принцип Свободы Остался Неповрежденный В И В конце Они Будут Подводить Итоги Своего Выбора Христа Вопрошали На Эту Тему Лука 13 23 25 Некто Сказал Ему Господи Неужели Мало Спасающихся Он Жил Сказал Ему Подвязайтесь Войти Сквозь Тесные Врата Ибо Сказываю Вам Многие Поищут Войти И Не Возмогут Когда Хозяин Дома Встанет И Затворит В двери Тогда Вы Стояв Вне Станете Стучать В двери И говорите Господи Господи Отвори Нам Но Он Скажет Вам Ответ Не Знаю Вас Откуда Вы Причислить Себя К числу Спасаемых Дело Рук Самих Утопающих Лука 14 24 И Воссказываю Вам Что Никто Из Тех Званых Не Вкусит Моего Ужина Ибо Много Званых Но Мало Избранных Кто Из ушедших Мог быть Вхож Ко Мне Из Тех Кого Музеи Приютили Из Этой Дали Прошлое Видней Знакомство С кем К Нам Подтянула Б Гибель Обременен Немелочным Знакомством Мы Вместе В Комнате Одной Едим И Пьем Не Надоели Бы Занозистые Гости Часами Долгими Беседуя Вдвоем Пока О Христианам Пока О Христианах Говорим Не О Царях Великих Полководцах А О Властителях Умов Протертых Брюк Давным Давно Сотлевших На Погосте О Чем Бы С Достоевским Говорил Влюбленного В Монахов В Идиотов Толстовская К Чему Теперь Кадриль Тургеневские Дятеньки И Тетки Мне Мне С Нацином Успеть Уединиться Пока Его Чахотка Не Сгубила Кого Небесное Влекло Даруя Пристань В стихах Которого Библейское Стабильно Мой Фанатизм И Экстремизм Вписались В риторику В софизмы Демократов В сравнении С моим Их Не удержит Зависть Они же Проигрались Многократно Белинский Чернышевский Добролюбов При Герцене И Марксе В Блиц Лакеях Да мало ли Безбожных Недоумков И может Только Дьявол Их Людея Мутили Равенством И братством От масонов И звали Где лежу Награбленная Грабь Их Не смущали Миллионов Стоны И палачей Людевших Повсеместно Рать Меня им Не хватило Даже На закуску Но Остав Мой И им Не по зубам Со Мною Библия Я Скрылся За Иисусом Любой Из Перечисленных Вампир И Каннибал 24 Июля 2007 Год Игнатий Лапкин Перерыв Пару минут Игнатий 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 Все Песня Три Раза Игнатий Игнатий Присgo Убий Продолжение следует... 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 Продолжение следует...